Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется политолог Пётр Алищук. Пётр, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас мы детальнее, конечно же, обсудим то, что наговорил Путин на встрече во время встречи с членами общественной палаты. Но вот первый вопрос. Вообще, в последнее время Путина стало довольно-таки много. Он даёт много выступлений, говорит всякие несуразности, естественно, делает обращения к нации. Почему так возросла эта публичная активность, назовём это так? Ну, здесь пришло, может быть, несколько. Я думаю, основная причина – это все эти многочисленные слухи, которые циркулируют в информационном пространстве. С одной стороны, это, естественно, все эти слухи о так называемых двойниках Путина. Ну и, естественно, все эти, опять-таки, истории о том, что Путин или при смерти, или уже умер, или, опять-таки, его состояние очень плохое. И в ответ на это вся эта активность. Почему это важно? Потому что, ну, собственно говоря, в этом виноват, наверное, сам Путин в первую очередь. И та система, которую он выстроил за все эти годы. Ну, с одной стороны, конечно, эта система, она довольно-таки привычна для России, но она исключает возможности для того, чтобы любая информация имела какое-либо подтверждение. Просто потому, что система максимально закрыта. Все прекрасно знают о том, что Путин сидит в некоем бункере и ни с кем не встречается. Если встречается, то за многометровым столом. И в этих условиях любые слухи о его состоянии, они довольно легко распространяются. Оно просто потому, что люди привыкли к закрытости. А, соответственно, любая закрытость – это прекрасный питательный бульон для любых подобных слухов. Но, опять-таки, в рамках той азиатской автократии, которую, архаичной довольно-таки автократии, которую Путин годами выстраивал, любые слухи о плохом, например, состоянии президента, они уже бьют по системе. Потому что система персоналистская. Она основана на персональном лидерстве конкретного человека. И любая информация, которая ставит под сомнение то, что Путин реально чем-то управляет, она ставит под удары саму систему. Поэтому приходится выпускать, показывать Путину. Смотрите, вот есть Путин, вот он живой, он там с кем-то встречается. Не вздумайте устраивать какие-то перевороты и бунты. Вот, собственно говоря, к этому, я думаю, сводится основной месседж, который подобным образом пытаются донести. Петр, продолжая тему месседжа, давайте поговорим о этих путинских тезисах. Уже была инсайдерская информация, раньше публиковали ее от людей, приближенных якобы к окружению Путина, о том, что речь пойдет на этом форуме, который вот открылся за 5,1 миллиарда государственных рублей на этой выставке, о том, что Путин будет говорить про семью, семей, ценности, скрепы. Это все то, что уже было понятно, и это старые нарративы, которыми Российская Федерация пользуется. Но Путин заговорил об Орде. И вот интересно, как это вписывается в концепцию скреп, в концепцию гундяева православного, благословляющего войну, в концепцию русской. Почему вдруг всплыла Орда? Это попытка показать гражданам, что нужно быть покорными, не нужно бунтовать. Или, может быть, в этом есть какой-то другой исторический ход? Может, у Путина аппетиты появились в сторону бывших территорий, которые когда-то Орде принадлежали? Я думаю, что здесь причина довольно-таки простая. И она опять-таки вписывается в рамки той российской пропагандистской историографии, которая существовала ранее. То есть мы знаем, например, такую личность, как Александр Невский, который, опять-таки, считается в России святым, великим князем. И его величие заключалось в том, что он якобы разбил западных крестоносцев, которые якобы, опять-таки, хотели вторгнуться на территорию северо-восточных княжеств Руси. Но, опять-таки, я не буду сейчас обсуждать, насколько это соответствует действительности и все, что с этим связано. Но соответствующий исторический миф есть. Он существует, и он активно развивался и поддерживался не только, например, во времена царской России, Российской империи. Ну и, кроме того, он, опять-таки, активно развивался уже, например, при Сталине. И каждый раз в этот миф вкладывалась одна идея. То есть, смотрите, вот на Западе враг, мы с ним боремся. А на Востоке, даже если там Орда, но все равно это для нас что-то лучшее, чем вот эти вот западные, которые очень плохие, просто отвратительные. То есть, вот переориентация с Запада на Восток. И что вот на Западе для России ничего хорошего нет и не будет. Там вот только эти псы, рыцари и тому подобное. А вот на Востоке Орда, ну, конечно, может быть, у нее есть некие, скажем так, недостатки. Но все равно она лучше, чем Запад. И, наверное, это современные аллюзии на тему Российско-Китайского Союза. Причем, что характерно, Китай в этой схеме занимает позиции Орды. То есть, Китай главный. И, в принципе, российская пропаганда уже как бы это довольно-таки открыто признает. Это довольно интересно. То есть, уже никакой не суверенитет. Если мы вспомним риторику, например, Путина несколько лет назад, о чем он, в первую очередь, говорил, суверенитет. Вот мы противостоим Соединенным Штатам за наш суверенитет. Мы добываем суверенитет. То есть, вот мы максимально суверенные. Мы государство, которое, опять-таки, имеет возможности влиять на мировую политику. А сейчас, как бы, оказывается, что они уже на самом деле просто сделали выбор, опять-таки, со стороны Запада в пользу Орды. Орда – это, опять-таки, очевидно, Китай. То есть, в принципе, это, знаете, такое максимально завуалированное и метафорическое, ну, на самом деле, признание того, что Россия закрепляет за собой статус сателлита Китая. А вот этот вот месседж в очередной раз, он был озвучен Путиным, о том, что Украины якобы не существует, эти разговоры про Малороссию и так далее. Скажите, пожалуйста, это, я так понимаю, на внутреннего потребителя, естественно, было сделано. Вот, по вашему мнению, это еще работает, в это еще кто-то верит? Зачем именно сейчас, по состоянию на ноябрь 23-го года, говорить вот эти вещи, которые, ну, уже, кажется, стали мемом везде? Или где-то не стали? Одна деталь. Там было так, что Украины не существует, была Малороссия, но украинцы пришли и попросились. Несоответствие, однако. Да, да, да. Ну, это, как бы, это не первое, не последнее несоответствие. Но я думаю, что кроме каких-либо попыток на кого-то повлиять, это еще и отражение неких внутренних интенций Путина. То есть Путин, скорее всего, так говорит просто потому, что он действительно в это верит. То есть вот ему, его друзья принесли в свое время какие-то вот подобные, очень высокоинтеллектуальные, в кавычках, книжки, в которых все это было написано. И вот он с тех пор в этом абсолютно искренне убежден. И по мере того, как его внешняя политика все более и более погружается в кризис, в значительной степени терпит крах, он, знаете, вот как люди, которые пытаются сами себе доказать, что на самом деле они правы, понимая в глубине души, что они, в принципе, наверное, допустили какие-то очень серьезные ошибки, он продолжает сам для себя повторять, что он все равно прав, потому что Украины просто не существует. Поэтому он восстанавливает великую историческую справедливость. И вот рано или поздно это признают. То есть он же на самом деле прекрасно понимает, чему, чего ему стоила эта война. В контексте жертв, в контексте потерь. Но вот он таким образом себя убеждает. Не-не-не, я все равно прав. Вот я все равно прав. Все равно все мы делаем правда, правильно. Ну, здесь даже вопрос не в том, на кого это действует, а опять-таки, что это отражение его неких внутренних установок. И на самом деле на это нужно обращать внимание, к этому нужно относиться максимально серьезно. И не только Украине, но и западным партнерам Украины, которые, возможно, до сих пор носятся с некими иллюзиями на том, что Путин в чем-то может быть договороспособным. Но он такого не является, потому что он уже является не просто диктатором, он уже является фанатиком своих человеконенавистнических идей. И он не может от них отказаться просто потому, что он на эти идеи поставил абсолютно все. И значит, тезис о том, что Украина не существует, нужно реализовывать до конца. Значит, нужно воевать до конца с целью уничтожить Украину. И это просто тот факт, который Путин регулярно подтверждает в своих выступлениях. Что его цель – это не какие-то отдельные территориальные захваты Украины. Его цель – это уничтожение Украины как такой. И важно, чтобы это понимали и слышали на Западе. На Западе вообще все. Я к тому, что вот те голоса, которые говорят о переговорах. Понимаете, это главная проблема. Что вот так же, как, например, Дитлера, вот никто не слушал, что он говорит. А он, на самом деле, всегда говорил о своих целях. То есть он говорил о завоеваниях, о жизненном пространстве для Германии. Все говорили, ну, наверное, это просто, это просто, наверное, риторика, это политика. Он просто пытается каким-то образом повлиять на своих людей. А на самом деле это все не серьезно. Нет, это было максимально серьезно. Вот все, что говорил Дитлер, это все было максимально серьезно. И он действовал именно в таком ключе. С Путиным ситуация похожая. Да, он говорит много чуши, много откровенных манипуляций. Но на самом деле он довольно-таки последовательно говорит то, что он реально делает и собирается делать. И это нужно воспринимать в этом плане серьезно. Потому что он действительно постоянно декларирует, что его цель это уничтожение Украины. Не какие-то там, опять-таки, захват отдельных украинских территорий, не какие-то там какие-то... Ради этой идеи фикс он тратит все ресурсы, все деньги, уничтожает собственных граждан. Но он хочет эту цель достигнуть любой ценой. Да, действительно, очень важно это понимать. Спасибо вам большое за беседу. Политолог Петр Олещук присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Спасибо.